В прошлый раз, кажется, мы с вами попытались поговорить немного об одной из, я бы сказал, таких самых щекотливых и интригующих тем для нашего настоящего времени – о чудесах, о чудо! Все его ищут, все на него надеются, сотни тысяч стоят на морозе часами, чуть ли не сутками, лишь бы получить чудо! Но мы с вами поговорили о том, как это характеризует человека, который ищет чудес, который готов верить любому слуху, любому слову, касающемуся этой темы. Я уже повторять не буду, поскольку сегодня мне хочется продолжить именно эту тему, но уже чуть-чуть в ином ракурсе, ну, почти то же самое. Хочу поговорить о том, что в аскетике или, как мы говорим, в науке о духовной жизни есть такой очень важный вопрос, связанный с теми откровениями и видениями, которые получают некоторые подвижники. Вопрос, как говорят святые отцы, очень серьёзный, и серьёзность его заключается, прежде всего, в том, что, с одной стороны, при нашем вот этом вот том состоянии, в котором мы находимся, в этом наших страстях, в водовороте всякой суеты, мы очень склонны, даже внутри у нас это присутствует, какое-то чувство ожидания, что если человек стал хотя бы несколько на путь, как кажется, духовной жизни христианской, то уже он это слыхал и читал, что уже возможны и различные явления, и откровения, и дары, и так далее. Вот это вот чувство, интуитивное чувство, как говорят святые отцы, но очень опасное. То, что всё это может быть, да, но... Помните, что писал апостол Иоанн Богослов, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». И вот опыт духовной жизни, с которым поделились с нами святые отцы, показывает, что в большинстве случаев, когда мы слышим о фактах именно ведения и откровений, то в большинстве случаев это происходит с людьми, неправильно, неверно ведущими свою духовную жизнь, с людьми, которые ожидают этого. Иногда прямо сознательно ждут, сознательно ждут, сознательно стремятся. Иногда, если слышали, что всё-таки это не очень хорошо, подсознательно всё-таки ожидают, да, я, конечно, не верю, но весь жду. Когда же? Когда же мне явится? И когда же со мной произойдёт то или другое? Кстати, одной из причин реформации, известной вам реформации 16-го столетия в Германии, одной, конечно, и даже, может быть, не столько причин, сколько знаками, указанием того, почему возникло такое явление, явился личный духовный опыт основателя протестантизма в Германии – Лютера. Он ведь, будучи августиновским монахом, ну, орден августинцев монахом, и, естественно, читая, читая, по крайней мере, если не знаю, насколько он святых древних отцов читал, что-то я очень сомневаюсь, я не знаю, но очень сомневаюсь, скорее всего, он читал жизнеописания предшествовавших католических святых, ну, и, конечно, больше всего Франциска Асистского, который особенно почитался в католической церкви всегда, ну, и других, и других тоже, и Анжелы, и Терес, да, и, читая их, и не имея критерия отношения, правильного отношения к этим вещам, он ожидал, ожидал изменений, которые с ним произойдут. Причём каких изменений? Ну, совершенно ясно. Он именно ожидал тех откровений, которые бывают подвижником. А он подвязался. Лютер, представляете? Он подвязался. Причём не один год он вёл действительно такой достаточно серьёзный монашеский образ жизни. И вот сохранилась его переписка с духовником. Духовник, видимо, был человек, всё-таки ещё не потерявший окончательно нити, связи с древнеотеческим пониманием этих вещей. И вот переписка их очень показательна в этом отношении. Лютер жалуется, почему я столько лет, вот, исполняю все монашеские послушания, несу какие-то подвиги, и я не вижу никаких результатов. Под результатами видимо он подразумевал как изменения внутри себя, так и это нужно было, так сказать, с большой долей вероятности предполагать результатами того, что ему начнутся какие-то явления сверхъестественного порядка. Кстати, духовник ему отвечал очень неплохо именно на этот конкретный вопрос. Отвечал, что он не того ждёт, и его устроение неверное. Но сам... Вот это просто частный случай, но по существу наше жизнеописание некоторых святых, особенно Писание Отцов, свидетельствует о том, что искушение, ожидание вот этих сверхъестественных явлений очень часто... Вообще-то, они говорят, почти всегда слышите? Это очень интересно! Почти всегда возникают в сознании тех, которые становятся, кажутся, на путь такой серьёзной, серьёзной, аскетической жизни. И если нет опытного духовника, то это чувство растёт, это настроение усиливается, и, как они утверждают, святые отцы, это приводит, если вовремя его никто не остановит, этого человека, к самым печальным последствиям. Последствия эти какие? Если выразить одним словом – это прелесть, такой есть термин аскетический – прелесть, то есть это лезть в себе в высшей степени, лезть своему самолюбию, своей исканию, этого духовного сладострастия, лезть такая, искание радости, переживаний. Вот. Это почему называется прелесть, в отличие от лести. Это приводит к прелести, а многих даже приводило и к ещё более печальным последствиям – кончали жизнь даже самоубийством. Причина этого, что они начинали доверять тем явлениям, которые представали перед их взором. Начиналось с внутренних переживаний, таких ощущений, которые они ожидали – радостей, сладостей, вот, ощущения там теплоты, ощущения уже возможности, возможность обходиться долго без пищи, даже без воды и так далее. Вот эти ощущения, которые внешние признаки, кажется, свидетельствовали о каком-то духовном возрастании человека. На самом деле, без соблюдения, без знания, я бы сказал, прежде всего, и соблюдения, аксиом духовной жизни человек очень легко попадал на совершенно другой путь. Кстати, нужно иметь в виду, что внешние признаки верного духовного пути и прелестного духовного пути подчас настолько совпадают, что просто так увидеть невозможно. не читая святых отцов и не зная, что должно быть критерием нашего внутреннего состояния, человек может глубоко ошибиться. Например, радость бывает при правильной духовной жизни и обязательно бывает. Бывают ложные, приторные, которые разгорячают наши нервы, нашу психику. Понимаете? И там, и здесь радость. Как человеку убедиться? Как убедиться, когда это ложь, когда это истина? Состояние, которое, говорят, человек в холоде не мёрзнет, в жаре, так сказать, не изнывает. И очень многие вещи буквально прям совпадают. Более того, даже скажу вам, что поведение человека, находящегося в истинном смирении и находящегося в гордыне, довольно часто тоже поражает своей одинаковостью. Невозможно увидеть. Внешне, я говорю, поведение. Поэтому вот вопрос о видениях и откровениях, которые случаются в духовной жизни, это один вопрос из таких серьёзных, который затрагивает многих людей. По крайней мере, затрагивал. Сейчас, может быть, это всё меньше и меньше, потому что всё меньше людей, которые принимают решение жить действительно по-христиански в целом, а не в каких-нибудь деталях. Как, например, одному греховоднику говорят, ты что же делаешь? Он говорит, а что я, монах, что ли? Всё в порядке. Оказывается, только монахам данной заповеди в Евангелии. Для всех прочих они не нужны. Или обращают внимание только на самые грубые грехи, грубятины, отчаянные, а всё прочее как будто в Евангелии отсутствует. Вот так. Какова природа ложных видений и откровений? Первое – это, как уже я был назвал, это ожидание их, это стремление их, рассматривание их как признак признак правильной духовной жизни. Как признак. Когда человек смотрит, что то, что характеризует духовную жизнь, это возникающее постепенно, Бог открывается ему в виде своих ангелов, святых, которые предстают пред его взором. Это первый, так сказать, опасный момент, который присутствует в душе человека. Следующее – незнание истинного критерия правильного духовного состояния. Критерия, о котором мы с вами неоднократно просто говорим, упоминаем всё время, что признаком верной духовной жизни, что является признаком начинающегося даже здравия души, смотрите, начинающегося, первым признаком, это всё большее видение своей греховности. Даже не грехов, но начиная, конечно, с грехов, начиная с больших, потом всё более, так сказать, глубоких. Что такое больших? Больших – это вот телесных, нравственных грехов. Вот этих вот внешних. Обманул, да, человек украл, подвёл кого-нибудь, нарушил церковные правила, не ходит в церковь, не соблюдает посты, не молится совсем. Это все понимают. Это вещи очевидные. Это очевидные вещи, которые, так сказать, можно видеть. Сначала вот эти грубые человек видит, дольше он ничего не видит. Но если человек действительно борется с этим, то ему начинает открываться другое. Он начинает видеть, что как в душе он лукавит внутри себя, какие у него помыслы, чем он живёт, какими желаниями, какие цели он видит в своей жизни, как его внутреннее отношение у него к людям, насколько оно различно по отношению к друзьям и к врагам, как он лукавит даже не то, что словами, предложениями, а самим поведением даже своим лукавит и лицемерит. Вы слышите? Человек начинает видеть вот эти вещи, на которые раньше не только внимания не обращал, а и за грех-то их не считал даже. И это сплошь и рядом. Никто из-за греха не считает, какие у тебя мысли и какие желания, а разговоры только какие. Вот так постепенно, так сказать, человек проникает более глубоко в душу свою, проникает в тот мир, который мы называем духовным миром и который сокрыт в человеческой душе. Так вот, оказывается, оказывается, истинный опыт духовной жизни показывает, что при понуждении себя к решению, лучше сказать, к решению, а это редко можно встретить человека, который действительно примет решение, что отныне вот всё, я постараюсь во всех обстоятельствах жизни жить только по Евангелию, не погрешая. Я не знаю, встречали вы таких людей или нет, но мне кажется, трудно найти, кто бы принял решение. Кстати, вступление в монашество возможно только при этой твёрдой решимости жить по Евангелию во всех случаях жизни. По Евангелию это совсем не означает, конечно, вот то фарисейство или хотите чисто внешнее исполнение только этих вещей. Да нет! Речь идёт по Евангелию, касающуюся нашей внутренней жизни, жизни души, жизни сердца. Вот только когда человек может тогда стать на путь монашеской жизни? Я почему об этом говорю? Как многие, Боже мой, вот ищут, я хочу монашество, где найти тот монастырь, куда я хочу монашество? А поговорите с ним? Он даже и не знает, что это такое. Говоришь ему, если ты хочешь, изучить самым тщательным образом вот творение Игнатия Брянчанинова, который всё переложил, понимаете, сконцентрировал это безмерное количество святоотеческих научений вот в этих небольших, нескольких книгах, не изучив этого, не поняв этого, не поняв опасности и критерий истинности, какой ты будешь вонах? Думает так, прими пострих, и всё, и я уже возлетел на небо. Какая глупость! Эйфория небольшого совсем времени и всё. А потом начинается что? Начинаются беды настоящие. Без твёрдой решимости стать на путь только евангельской жизни, укреплённой святоотеческими советами, невозможно принимать монашество. Невозможно! И это надо понимать каждому человеку, кто действительно хотел бы стать на этот путь. Потому что только тогда он может избежать вот этих опасностей, которые сопряжены вот со всякого рода видениями и откровениями. Да. что характеризует вот это начало правильной жизни? Помимо решимости жить, характеризует что? Действительно, искренние покаяния во всех вот этих так называемых с нашей точки зрения мелких грехов. Кстати, я вам скажу, это такое недоразумение, что диву даёшься. Грехи в мыслях – это мелочь. Вот грехи делом – это да. Не понимаем простой вещи, что все внешние грехи, все доедины, они рождаются где? В мыслях. Всё начинается с мыслей. Всё начинается оттуда, из этого источника жизни, из сердца. Вот где источник. И поэтому тот, кто хочет действительно каким-то образом вести даже правильную нравственную жизнь, даже и здесь он должен понимать, что без внутренней внимания к внутренней жизни своей души невозможно это сделать. Ну, помните пример, который неоднократно приходилось переводить, что аллергию нельзя вылечить, так сказать, пятна от аллергии на лице какими-то мазями. Надо просто узнать, отчего это происходит. Прекратил есть кто-то, те же апельсины, и всё в порядке, и вся аллергия прошла. Так и здесь это внутренний сокровенный мир сердечной жизни. Он приводит человека ко всем вещам, как к ненормальным, так, кстати, и к правильному поведению. Вот святитель Игнатий, кстати, пишет, что по непреложному закону подвижничества обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Закон! Слышите? Это закон! Избавь Бог перескочить его! Вы думаете, это так просто? Сплошь и рядом ищут сразу радости, утешений, благодати и так далее. И считают, что вот здесь это то, что и надо! Глубочайшее заблуждение! Все эти переживания, которые могут быть даже... Это знаете, что такое? Это нечто мимолетное, что Бог иногда может дать человеку, но это не путь! Верные критерии правильной духовной жизни. Вот, оказывается, что, ещё раз повторяю, по непреложному, то есть неизменному закону подвижничества обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Если этого нет, надо знать, что это. Может быть, Господь может дать какую-то какие-то минуты утешения любому грешному человеку. Это нисколько неудивительно. Во время богослужения, во время литургии, во время, может быть, молитвы, когда... Но учтите, это просто маленькое утешение и больше ничего. Но если нет вот этого видения, видения, о котором он пишет, тогда все эти благодатные дары могут быть или мимолетными, милосибожие, или они будут не благодатными, а обманом для человека. И беда, если он увлечётся этим. Он даже дальше пишет. Первое духовное видение есть видение своих согрешений до сели прикрывавшихся забвением и неведением. Ой, как здорово! Неведением и забвением. Что мы видим в своей душе? Каплю в море и не видим, а что и увидим, забываем. Здесь только вскрывается душа человеческая при правильной духовной жизни. Дальше. Зрение недостатков наших – вот безопасное видение. Зрение падения и искупления нашего – вот нужнейшее видение. Все святые признавали себя недостойными Бога, этим являли они своё достоинство, состоящее в смирении. И дальше он приводит слова Петра Дамаскина. Цитирует он их так. Начало просвещения души и признак её здравия заключается в том, когда ум начнёт зреть свои согрешения, подобные множеством своим морскому песку. В Евангелии это состояние и вновь состояние духовной нищеты. Нищеты духовной. Вы знаете, вот слово нищета духовной можно по-разному понимать. Можно понимать, что у меня нет никакой духовности, можно сказать. Верно, человек видит, что у него действительно ничего нет. Но на самом-то деле это духовная нищета, видение своей духовной нищеты, это есть то самое ценное, с чего может начаться его духовная жизнь. Если этого нет, да избавит Бог от всего на свете, потому что тогда человек явно пойдёт по не тому пути, пойдёт в гордыню и в прелесть. Только, говорят святые отцы, при наличии вот этой духовной нищеты человек может без вреда для себя получать какие-то духовные дары, какие-то утешения. только при наличии блаженной нищей духом. Но я надеюсь, все мы понимаем, почему при наличии. Если у меня этого нет, всё, тут же начинается тщеславие, тут же начинается мечтание, тут же начинается гордыня. без приобретения нищеты духовной никакие истинные дарования невозможны человеку. Он, все эти дарования будут крайне опасны. Поэтому только, цитирую вам, совершеннейшим христианам, преимущественно из иноков, сподобившихся прозреть душевными очами был открыт мир духов. Слышите, кому? Мир духов. То есть видение духовного мира только совершеннейшим из них преимущественно, а вообще-то почти, так сказать, только, но он пишет преимущественно, но таких христиан и в самые цветущие времена иночества было очень мало по свидетельству преподобного Макария Великого. Даже и в те времена было очень мало кому открывался мир духов. Свойства всех видений, посылаемых Богом, – это говорит святой Иоанн Лесвичник, заключается в следующем – это очень важно, по каким признакам можно судить – свойства всех действительно видений, посылаемых Богом, а не откуда-то происходящих. В том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют её страха Божия, сознание своей греховности и ничтожества. Видите, оказывается, какие вещи должны быть в душе человека, какие состояния и свойства, при которых только это возможно? Смирение, страха Божия, умиление и, напротив, предупреждают, напротив, видения, в которые мы вторгаемся произвольно, то есть, когда ищем их, в противность воле Божией вводят нас высокоумие в самомнение, доставляет радость, которая ничто иное, как непонимаемое нами удовлетворение наших тщеславия и самомнение. Не знаю, конечно, мы с вами говорим об этих вещах, может быть, нам и не стоило бы говорить, стоит говорить с теми людьми, которые, ну, может быть, что-то хотят стать, стать на путь такой жизни, думают об этом. Сейчас наше время, когда мало кто думает о духовной жизни, хотя состояние ищут многие, чудес ищут очень многие. Все ищут этого. Вот, оказывается, вот, оказывается, критерии, по которым можем судить. И дальше святитель Игнатий пишет следующее относительно голосов и явлений. То есть, когда начинает человек слышать голоса, начинает получать видение, он говорит, нужна ещё большая осторожность. Здесь ближе и зловреднее прелесть бесовская. Одно дело, когда внутри человека это возникает, другое дело, когда он начинает слышать и видеть. Это уже такое приближение, которое действительно чрезвычайно опасно для человека. Многие из святых и искусных отцов вы подумайте только, из святых и искусных отцов были обмануты бесами, хит, раскрывающими и обличающими свою ложь и тьму призраками истины и света. Тем удобнее могут быть обмануты ныне. Ныне многие обмануты, поскольку мы ничего не знаем. Нужно долгим временем и опытом приучать ум и сердце к отличению добра от зла, под какой бы личиной не маскировалось зло. Поэтому святые отцы заповедали что заповедали? Чтобы новоначальные не вверялись никаким голосам и явлениям, но отвергали их и не принимали их, предоставляя дело сулу и воле Божией, а для себя признавали смирение более нужным всех голосов и явлений. Вы слышите, оказывается, новоначальные, кстати, мы даже и в категорию новоначальных не входим, потому что если бы нам показали сейчас тех, о ком святые отцы называли новоначальными, мы бы, наверное, пали на землю и, не знаю, говорим бы это великие старцы, называют новоначальными. Видите, как говорят, ни в коем случае не принимать, ничему не доверять. Дело в том, один из святых прямо пишет, если ты не примешь то, что тебе предстанет, что ты увидишь или услышишь, Бог похвалит тебя за это, хотя бы это было даже видение истинное, похвалит за то смирение, которое в душе твоей. Если же начнёшь это принимать, то смотри, смотри, чтобы тебе не принять дьявольское за Божье. Многие, видите, святые даже и отцы попадались в эту ловушку. Очень легко попасться, вы знаете, особенно, когда человек подвязается. Вы представьте, вот мы-то не подвязаемся ничего, а представьте, пустынники испекут хлеба, наделают сухарей, себе не знаю, насколько на полгода или на год. В день едят вот точно, это мы сейчас не знаем, сколько мы съедим. Точно там, вот, есть сухарь такой, вот тебе на день и всё. А хочешь, можешь поменьше, можешь ещё поменьше, слышите? Может, очень легко было даже в этом плане еды, как можно было регулировать. Нам гораздо сложнее регулировать, особенно в семейной жизни, да, а там очень легко. Например, Исаак Сирин пишет, когда я один, я пытаюсь, ну, что это пытаюсь, ну, съесть сухарь, то есть, вот сухарь, один хлеб, сухарь, и даже не могу, то есть, больше не нужно, я чувствую, я сыт, даже не съев одного. И, между прочим, замечает, очень интересно, а когда я поговорю с кем-то, пообщаюсь, мне двух сухарей мало. Оказывается, вот это общение, как много оно требует энергии, причём энергии и физической, оказывается, энергии, даже физической, и психической, и духовной. Кстати, обратите внимание, почему на проповедь к людям, на служение людям духовные отцы, великие отцы выходили когда? Только по долговременным подвигам. Серафим Саровский 15 лет был в полном затворе, потом ещё, по-моему, 15 лет только так приходил и уходил, и потом только по специальному, что называется, приказу, пока мать Иоанн вышел к людям. А в чём дело? Когда мы общаемся так с людьми, ум наш не может иметь той сосредоточенности на молитве, на прибежище к Богу, которая необходима человеку. Рассеянные мы! Мы постоянно рассеиваемся! Мы не можем одной краткой молитвы прочитать даже! Какая тут благодать! Представьте себе, мы хотим, чтобы был свет, а сами в розетку ткнём, и всё! И вынули! Щёлк-щёлк! Выключатель! Мы всё попробуем! И опять тьма! Свет Божий возможен только при постоянном включателе, включении света! А у нас что? Поэтому мы видим, как выходили святые на проповедь, когда по долговременном затворничке некоторые, кстати, и вообще не выходили. Были такие. Это от чего зависит? Это ещё много индивидуальных, вы знаете, свойств. Арсению Великому было сказано вообще, вообще даже не выходить. Бегай, молчи и бегай, людей. Даже было так сказано другим, другие выходили, научали. Но кто? Только те, которые достигали действительно смирения и для которых это поучение, научение никак не могли стать предметом какого-то тщеславия или самомнения. Вот это вот, я бы сказал, это серьёзнейшее положение, которое необходимо было бы знать современным людям. Потому что, как мы с вами уже говорили о чудесах, какое-то усиливающееся, всё более усиливающееся стремление к исканию чудес. И это подогревается нашей сейчас литературой. Столько печатают это. Только печатают о чудесах, чудесах, откровениях, видениях. Всю религию свели к этому. То, что может являться только следствием, далёким следствием, у нас это на первое место поставлено. При таком перевороте, я бы сказал, при таком изменении этих ценностей, мы очень легко можем впасть в язычество. При всём стопроцентном православии стать стопроцентными язычниками. Потому что, что язычки искали? Разве не знаете, что? Чудес, предсказаний. Вот что искали. За этим они ходили к богам. Да этим только. Христианство говорит, ищи исцеление себя, своей души, в которой из себя представляет море пространное, и где гадов полно, их же не с числа. У него есть совершенно другая цель, совсем другая цель. Ищите, прежде всего, Царство Божие, которое внутрь вас есть, и правда его. И это всё приложится вам. Всё это будет, но уже тогда без вреда для вас. А мы что делаем? Ищем прежде всего весь народ, а посмотрите, что ищут. И только об этом говорят, только об этом пишут, только возбуждают прям народные чувства. Если только наша церковь, если наши проповедники, наше духовенство, если не будет предупреждать людей от этого, то, я боюсь, мы рухнем. Рухнула римская церковь. Была первой из православных. И мы должны понимать, что ни одна церковь православная, ни одна не гарантирована от такого же падения. Было бы очень важно с этой точки зрения посмотреть на историю римской церкви и увидите, что было. с чего началась реформация? С этих вещей. Каких только там, чего только не приносили, не привозили, чего только не было. Люди вот на что были настроены, только на это, на чудеса, знамени, видения, откровения. Но прежде всего, конечно, чудеса. Всё! И произошла трагедия римской церкви. Величайшие её аскеты, которые называют великими святыми учителями церкви, все, чем жили, жили непрерывными разговорами с Иисусом Христом, с Божьей Матерью и святыми. Вот так, друзья мои, этот вопрос чрезвычайно важный. И, мне кажется, очень хорошо, если мы будем знакомы с критериями и с характером отношения к этим явлениям, мы должны знать. Если не будут знать наши духовенства, не будут знать, тогда вообще что будет? А, к сожалению, я вам скажу, очень многое можно встретить, когда только об этом один хвастался, один благочинный. Я думаю, что это можно сказать об этом. Как он взял, сказал в проповеди, мне было видение Матроны Блаженной. Да, чтобы я взял частицу её и принял к себе. И взял он частицу или нет, дали ему или нет, но он объявил, что здесь частица. И вы знаете, и такой доход стал хороший. Что вы! Это он хвастался другим священникам, которые жаловались, что у них что-то с доходом плохо. Вот, говорят, и всё! Причём, знаете, прям цинично! Но это, конечно, уже слишком, может быть, такая грубо. Но не грубо, пожалуйста, борьба за мощи, что вы! Ещё какая! Что вы! Мощь – значит, доход! Вы слышите, до чего? Сплошь и рядом, к сожалению. Смотрят на это, как! Это просто диву даёшься! Ну, вот так, друзья мои! Это вот это очень важный вопрос, который мне хотелось, чтобы мы имели представление о нём. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...